Здравствуйте, я Андрей Митлёв, мы в студии Укрлайф в онлайне и с нами сегодня Валентин Жаромкин. Валентин, приветствую. Здравствуйте. Эксперт и конечно последних, тут полтора-две недельки до выборов, как не об этом с тобой начать разговор. Знаю тебя как человек очень ответственного, который ответственно относится к праву на голосование каждого гражданина Украина, знающий процесс этот с разных сторон. Какие шансы есть у наших партий, новых и стареньких, кто вообще проходит и как побеждают сегодня наши политики, избиратели, как происходят все эти события военные на востоке, мы отдельно поговорим о тех победах и поражениях, а вот о победах, о предстоящих победах на выборах. Кому ты эту победу напророчил бы сейчас? Ну я думаю, что и без меня, в общем-то люди знакомы с социологией, это совершенно не секретная информация, что гарантированно у нас проходит три партии, это блок Порошенко, это Лешко, это Тимошенко. Практически гарантированно народный фронт, то есть у них есть небольшой запас над пятипроцентным барьером, но маятник же может куда угодно кончнуться, ну мало ли произойдет что-то сверхъестественное, то есть они могут не пройти в принципе. И еще несколько партий, они балансируют на грани, это Гриценко, это Тегибко, это Свобода, вот собственно и все прогнозы, я не буду гарантированно давать, потому что ситуация такая, что может что угодно произойти, начнется антитеррористическая операция снова, ну потому что она может начаться в принципе в любой момент, она так вроде как и не прекращается, перемирие весьма условное, но может быть там снова массированное наступление, снова все, что происходило там месяц назад и опять социология немного, то есть один-два процента туда-сюда она качнется, а уже для этих нескольких партий, которые могут не пройти или пройти, эти проценты окажутся решающими. Ну а почему не прозвучало в этом вот перечне даже в тех, кто может в связи с чем-нибудь добрать эти проценты, оппозиционная, единственная наша сила и партия, которую они так назвали? Оппозиционный блок, ну пока социология не показывает их прохождение, возможно, понимаешь, социология она всегда немного с опозданием действует, то есть это, если брать не телефонный, а просто настоящий, как анкеты там, которые там по 8 долларов за штуку делают, кто проводит такие исследования? Не, ну это 8-10 долларов анкета, да, нормальная анкета стоит не очень дешево, это правда, то есть это же там специальные выборки по возрасту, ну короче, это... Давай развести будем, что есть специальные организации, фирмы, которые проводят исследования, и они снаряжают людей, которые получают не одну анкету за 8 долларов, а там штук 200. Ну да, это все делается по правилам, и в принципе этот опрос точно выражает... Репрезентативный? Да, он репрезентативный, но он с опозданием 2 недели, ну потому что это собираются эти анкеты, они анализируются, там какой-то срок у них... Ну вот ты доверяешь от кому больше из, так сказать, социологических наших институтов? Ну есть несколько институтов, которые вполне достойны, другой вопрос, что полностью доверять нужно только внутренним исследованиям, которые ты сам заказываешь, а то, что там публикуется, оно может публиковаться с некоторыми вариациями, есть же заинтересованные стороны, там, из условно проходящих, грубо говоря, партий, или даже уверенно проходящих, но они, конечно же, заинтересованы показать, что вот у нас все очень хорошо, и давайте еще и еще за нас голосуйте. Потому что уверенные результаты, они действуют магическим образом на остальных людей, которые еще не определились, и подтягивают таким образом голоса. То есть манипуляции возможны, но фирмы у нас, я не хочу никого рекламировать, но есть достаточное количество фирм, которые это предсказывают. Единственное, что они, их результаты немножко отстают. Пока оппозиционный блок не попадает. Возможно, что-то изменится. Вот да, побили Шуфрича. В социологии это еще не отображено. Возможно, это там каких-то уже полпроцента уже добавило. За сколько процентов побили, я бы так поставил вопрос. За сколько процентов. Ну, я думаю, что рост будет, конечно. Во-первых, это привлечение внимания, во-вторых, это совершенно акт явно несправедливый. Ну и в-третьих, он вроде как за идею его побили, а не просто так там. Это же не уличная драка, да? Это совершенно ясно, что там идея настроена. Чуть более несправедливый, чем те акты, когда людей вот хватали, там засовывали в эти мусорные бачки. Ну, его бы засунули в мусорник, если бы, во-первых, мусорник был рядом, а во-вторых, если бы он дался туда. Ну, я просто смотрел видео, он вступился в милиционера, милиционер его довел, и вынужден был выполнять свои должностные обязанности. Как сейчас у нас милиция любит, в общем-то, абстрагироваться от происходящих на улице событий. Ну, потому что милиция уже неоднократно имеет опыт, что она куда-то вмешивается, а оказывается, что вмешиваться совершенно не надо. Это не ее разборки и этот... Милиционер стоял рядом, смотрел на это, но Шуфрич до него дошел, вцепился в него, и милиционер вынужден был его довезти до машины. Ну, это вообще, конечно, совсем не смешно, то, что происходит. Потому что милиция, не столько, ну, Шуфрича, честно говоря, не очень жалко, а вот то, что у нас милиция постепенно теряет дееспособность, этот результат мы еще в ближайшие годы увидим, и он будет очень неприятный. Уже видим, потому что уже статистика преступлений, в общем-то, совсем не это там, ну, если по Киеву, я же так понимаю, мы в основном на Киев, да? Киев, интернет, на весь мир, в Америке на самом деле. Я просто спросил, ну, вот, в Киеве в прошлом году 100 убийств за 12 месяцев года, в этом году там 360 или 370, это включая ту сотню, которая на Майдане, ну, вычтем ее сотню, 270, неполный год. Ну, это же, в общем-то, рост кратный, кратный рост преступности. Ну, я тоже... А почему? Потому что милиция, в общем-то, не действует. Ну, телевизор же мы включаем, видим, что там захватывают, ну, назовем вещи прямо своими именами, банду с автоматическим оружием, с гранатами. Их берут в центре города, в центре вообще столицы европейского, вроде как... Наляя Толстого, да? Да, это государство. Потом приезжает высокопоставленный чиновник, и оказывается, они вообще не банда, а они выполняют какое-то, наверное, важное государственное задание. Секретная особая... Ну, особо секретная. То есть милицию жалко? Ну, иногда... Шурчика жалко, милицию жалко. Хотя вот это видео, шурчика, я тоже пересматриваю иногда, потому что она самая, ну, по меркам сегодня событий в Донецке самая безобидная, да? А вот мне, наверное, как-то было. Даже обиднее за Василия Черепанина, которого на Подоле здесь вот избили, и только сегодня я звонил, он спросил, как уже после всех этих операций он... Преподаватели... Да, кандидатного преподавателя никогда не прятался, никакой не олигарх, никакой не депутат, никакой у него неприкосновенности нет, ни иммунитета, ничего. Человек просто после занятий с студентами пошел, вышел к метрою, пока его убили, ни одна милиция даже не успела. Ну да, вот эти вот действия, когда что против милиции, направлены на дискредитацию милиции, эти действия давно производились, еще, наверное, до Майдана, они вот дают результат. Чем меньше будет государство, чем меньше будет милиции, тем, в общем-то, хуже для нас всех. Ну и, однако, при вот окончательном, так сказать, рассредоточении людей, которые на Майдане оставались, милиция же как-то сработала, да, там, в два приема, в три приема, уже там, хоть остатки людей, уже не знаю, кто там был, что там поджигали слегка, но я за этим наблюдал просто по телевизору издалека. Сегодня, когда мы говорим о партийных программах, наверное, нет смысла их буквально тут рассказывать, но интересно для тебя, есть что-то такое, не то чтобы общее, а вот решительно общее, что объединяют все проходящие партии? Ну, решительно общее, что все проходящие партии, это условно-патриотическое крыло, там, ну, под вопросом Тегибко, который вроде как так между, ну, у него позиция такая, он все время между. То есть, у нас почти вся... Нежно, но решительно, он всегда очень решительно нежно. Решительно, назовем это так. Ну, то есть, он полностью не присоединяется к политике нынешней власти, но и в оппозицию не переходит. То есть, грубо говоря, у нас впервые сформируется Рада без реальной оппозиции. Возможно, это не очень плохо в том плане, что если бы у нас сейчас была реальная оппозиция, то если бы у нас реально были политические силы и движения, которые отображают там настроение, скажем, 25-30% населения, а такие данные, ну, есть, это реально 25-30% населения, ну, вообще категорически не поддерживают политику нынешней власти. Ну, вот вообще не поддерживают. Вот для них войска на востоке, это не войска украинская, а это каратели. Таких много. Это их меньшинство, но их много. Вот если они получают какое-то политическое представительство, какие-то рупоры публичные, ну, это же у нас гражданская война переходит с Донбасса, она переходит просто на улицы, как минимум, востока, юга, ну, и, наверное, центра. Ну, то есть, им даже нет никакой необходимости, я бы сказал, для власти давать, проголосовать, да, и невозможно, наверное, уже, да? Ну, если... Там социологи туда не ходят, там никто нам где-то не забирает. Я имею в виду те, которые, территории, которые полностью контролируются... Они просто не будут голосовать, они не пойдут голосовать? Да, в большинстве своем они не пойдут голосовать. Так строки у нас против всех не будет, да? Строки у нас против всех не будет, к счастью, для Лешка, конечно, у нас не будут строки против всех, потому что, как минимум, половина тех, кто голосует за него, это строка против всех. То есть, если вести строку против всех, рейтинг Лешка нужно делить на 2. Ну, рубали. Ну, вот феномен Лешка, я просто когда его вижу, включаю вечером, там, Интер, такой телеканал коммерческий, сам как-то там работал, он прекрасный, и вдруг итоговый выпуск новостей в воскресенье начинается с Лешко, который в студии просто, и вот он безумолку что-то рассказывает. Чем его объяснить такие вот явления? Только ли тем, что, ну, собственники канала же, как минимум, есть, да? Появлялся он недавно, кстати, где-то там в Австрии, в Вене, в наушничках слушал, сидел, что это вроде бы и под арестом, каким-то, под залогом, ну, фертыш, имеется в виду. Ну, приходит, слушает, сидит рядом с клочкой и, наверное, как-то участвует, если не в политике, в экономике этой страны. Вот, кроме этого, кроме экономической подоплеки, мы не можем здесь быть уверены на 100%, кто финансирует это все и так далее. Чем объяснить его такую популярность? Ну, протестное настроение, рост радикализма, рост настроения, что люди вообще против всего, что происходит, что люди готовы голосовать, в общем, за клоун, но только не за политиков. Ну, опять же, это эти, такие, как Лешко, в политике живут, они один час. Это взлет, мне кажется, что он уже пик свой преодолел, возможно, летом. Да, мне кажется, что он уже начал идти немножко на спад. Ему пророчат очень большое политическое будущее многие, но мне кажется, что вот это вот, эти парламентские выборы, это его «Лебединая песня». Ну, а что? Ну, он ведь не настоящий радикал, назовем вещи своими именами. Ну, а вот это отделение от Батькивщины какой-то части участников, ну, не просто проекта, а целой истории, в том числе не только партийной, но и страны, и выделение их в отдельный блок, имеется в виду и новый логотип, и новый какой-то яйценюк, обновленный. Это, на самом деле, какая-то игра, или же здесь есть более серьезное противоречие? Да, противоречия, я думаю, в команде Юлии Владимировны Тимошенко были всегда, и когда яйценюк объединялся с ними, эти противоречия тоже были. Но тогда эти противоречия терпелись, потому что рейтинг Юлии Владимировны позволял всем этим людям войти в список. Я имею в виду в проходную часть списка. Сейчас они объективно туда не помещаются. Ну, понимаешь, да, если яйценюк, то у него же есть там своя клиентела, да, если Аваков, там с ним еще несколько человек, если Турчинов, то там еще несколько человек. И вот этот вот, если вот выстроить в этот список, то в список Юлии Владимировны они не помещаются, объективно не помещаются. А когда идет конкуренция за уменьшающийся ресурс, то, разумеется, все конфликтные настроения, которые уже есть, и которые всегда там были, они обостряются и вот выходят на такой уровень. То, что они пошли отдельной колонной, это следствие падения рейтинга Юлии Владимировны. Если бы у нее там был рейтинг, ну, хотя бы 15 уже, то они бы там удержались, это вне всякого сомнения. И мне незачем было бы идти своей колонной. Ну, а хорошо у них компания Юлии Владимировна, как вообще, на этот взгляд? Какие-то промах есть у Юлии Суника с его командой с точки зрения технологических штук? Вот как это придумано, как это подается, или здесь уже не так важна эта сторона? Как важно то, что они попадают? Ну, они попадают, ну, как-то, это же уже вопрос вкусовщины. Я вот смотрю на, вот у меня с окна Порубей вот этого цвета, ну, их фирменного сейчас, у них все такого цвета, ну, просто вот конкретно мне в окно Порубей смотрят, это, ну, как будто бы он чем-то переболел. Это, ну, может, мне просто, потому что он лично не симпатичен, понимаешь, если он висит напротив человека, который ему симпатизирует, может, ему все нравится. Если бы он еще говорил, да, вот с утра, если бы он говорил. Да, стоп, ну, нет, ну, вот я на него выглядываю, мне это очень не нравится. Но это, я, это же, это вопрос вкусовщины, может, кому-то очень нравится. Вот, может, кому-то очень нравится их выбранное, то, что они в риторике попадают в какие-то ожидания, это вне всякого сомнения. Ну, как и любые политические силы, они же, ну, не нужно думать, что там дураки какие-то, то есть они изучают социологию. Так, народ нам, у нас хочет того-то, 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 давайте народу предложим того-то, того-то, ровно того, чего он ждет, но при этом, чтобы мы не залезли на чужую электоральную площадку, где мы будем неуверенно себя чувствовать, а вот в своей, в свою нишу они занимают, и они, скорее всего, проходят. То, что мне лично как-то, это не очень вся команда симпатична, но это мои проблемы. Это не отменяет их, скорее всего, попадание в Верховную Раду, не в том, что они ведут кампанию без каких-то видимых просчетов. Вот, уже даже не о нишах, а о лузах, куда тоже закатываются какие-то шары. Хочется два слова. Это, конечно, дети, дети великих, которые вот не хотят молчать, вернее, природа в них не отдыхает, не молчит, а как наоборот шумит, имеется в виду и сын Луценко, да, и сын Порошенко, все они идут, Верховный Совет по каким-то спискам партийным, но это же правда, то есть... Ну, а что вы там? С точки зрения гражданских прав и свобод вроде бы ничего, а вот какая-то моральная сторона или тут тоже это дело вкуса? Ну, им так или иначе нужно же передавать по наследству и капиталы, и в том числе и политические капиталы, и будут они... Ну, да, видите ли, у нас не сложилась еще такая ситуация, как в Европе, когда в политику играют профессионально обученные, что ли, люди, которые всю свою биографию выстраивают как политик. Вот, то есть у него вся, вся, вся вот, ну, как актер в кино вот играет, так политик играет на своей сцене с определенную ему роль. И, ну, в этой ситуации наследственность возможна, но намного менее вероятна, потому что там дети могут... То есть семейственность, возможно, Архилл Клинтон, да? Да, да, нет, семейственность есть, конечно, этот Марил Эпен, да, то есть есть... Кстати, да, если бить о правах-то там все. Есть, есть такое, но в нашей ситуации это намного больше будет встречаться, потому что у нас в политике играют не профессионально обученные актеры, У нас в политике... Семьи играют. Играют, да, реально, семьи, которые реально и страной управляют, и этот, ее, ну, в значительной степени, там, экономически контролируют. Порошенко, в общем-то, ну, знаем, да, он не бедный человек, это он, наверное, в десятке. Кстати, до сих пор и как-то ни от чего же не отказался, обещал вроде бы отдать. Ну, даже если формально, ну, есть же формальные, там, ну, нужно заключить сделку, которая является эффективной, по большому счету. То есть, если эта собственность, там, через 15 фирм-прокладок, она уже осуществлена... Не обеднеет точно, за что я рад, чему я рад, да, это то, что вряд ли в России все-таки обеднеет, после того, как он побудет президентом, или истратит деньги какие-то свои с бизнеса на что-то такое, в меценатство, например. Вот, а у нас такое еще не принято, чтобы передоверять вот эти вот функции специально обученным людям, которые называются политики. У нас сами люди, которые управляют страной, они сами же идут в политику, сами же вот играют на сцене этот спектакль. Ну, вот, Валентин, и сразу же, как тут, мостик, не перекинуть к экономической, опять же, стороне вопроса, она такая все чаще становится, как там, концентрированное выражение экономики, политика, олигархическое правление в Украине, которое просто вдруг превратилось в какие-то, ну, если не удельные княжества, бог с историческим правилами неточными, то явно в зону влияния каких-то вот групп, олигархически, скажем, депритутовского, Коломойский. Вот его позиция и твое отношение к тому, когда это все произошло у нас в политикуме, когда его назначили, ну и так далее. Ну, в олигархическом плане у нас ничего не изменилось за последние годы. Это просто феномен Коломойского, что он очень активно себя сейчас начал вести, и он занимает позицию депутата, там, и у него какие-то амбиции есть, и он эти амбиции публично высказывает. И все, больше ничего же не изменилось, да, вся остальная, там, линейка олигархов, они как себя вели, может, даже тише себя ведут, чем прежде. То есть принципиально ничего не изменилось, это Игорь Валерьевич, в общем-то, просто себя проявил. А он же всегда был колоритной личностью. То есть просто как-то раньше на это не обращали внимания, или он значительную часть времени проводил в Швейцарии. А сейчас мы стали гордиться, что мы живем вместе с одним человеком в одно время, который говорит, что двойное гражданство, оно запрещено. Но у меня же тройное. Такая шутка, да, это шутка. Неделя почти. Да, у нас в плане, что что-то там с олигархами, принципиально ничего не изменилось. Просто вот человек, которого назвали Бенни, он назвали Бенни не потому, что не просто так. Бенни Аквик? Да, да, то есть он дерзкий, веселый. Да, веселый человек. И симпатичный даже. Да, обаятельный мерзавец. Ну а об его армиях это привлеченные слухи, или даже не слухи, они как-то вот фактически подтверждены, что это там его, подчиненные ему люди, или это все же, на этот взгляд, пиар какие-то ходы? Ну, боевое крыло у него всегда было. Они достаточно дерзко захватывали собственности раньше. Вспомнить корпоративные конфликты за Криворсталь, Никобальский ферросплавный, ну, это еще давние времена. И много других. В общем-то, люди дерзкие, решительные. И то, что сейчас, теперь это можно, теперь это можно на официальном уровне, ну, так... Я, здравствуй, еду сейчас на троллейбусе, уже мимо океан Плазы, думаю, когда же, когда же там появится... Когда заберут? Да, когда акулу вернут. Ведь обещал уже он, что она заберет, все-таки. Дескать, московские олигархи, им-то позволено в Крыму забирать у нас? А вот тут Филатов еще там обмолвился. Ну, посмотрим, это же... Ну, и так легко разобрать, думаю, что это не будет демонстративно. Ну, это Киев, это не Днепропетровск. Тут, я думаю, что не так просто будет. Тем более до выборов. Вот мне как-то спокойнее стало общаться с тобой, что вроде бы так из коррупции, ничего страшного, так все у нас более-менее, и с люстрацией тоже, она как-то сложится, и линейка олигархов осталась. Так, а что вот все же тебя личность не волнует, как гражданина и человека, вот, живя в этой стране? Ну, война, конечно, волнует. Я не отношусь к тем людям, которые поддерживают убийства собственных сограждан, хотя, как выяснилось, в нашей стране таких сейчас очень много. И, конечно, меня это волнует. Я хочу... Даже самых кривых мер по преодолению конфликта, самые вот там, ну, любые. То, что там критикуются, то, что вот ненастоящий мир у нас, вот и перемирие не действует. Вот пусть будет лучше плохое перемирие, чем то, что там в августе мы наблюдали, когда просто обстрелы городов, артиллерии, когда убийства с обеих сторон десятков людей каждый день. Сейчас тоже плохо, сейчас очень плохо. Но сейчас там поезд ходит как-то... Сейчас это эпизодически... Возвращаются люди, да? Да, возвращаются люди. Удивительно, но... Как-то там уже начинает работать предпринимательская активность. И... Но, по-моему, они с налогами проще разобрались даже, чем в Киеве. У нас никак не дойдут до реформы налоговой. А там... А там, ну, просто пока на слово верят. Ну, то есть там с торговой точки 1000 гривен, с этот магазин до 2,5% с оборота, пока верим на слово, потом кассовый аппарат. То есть как-то вот люди, как ни странно, человек с автоматом... Поживает средний класс? Он даже с пониманием, неожиданное такое понимание человека с автоматом к проблемам бизнеса и человека. Но, при этом же вот, как минимум, там три проблемы, да? Беженцы или там перемещенные лица, которые вот просто ездят, и часть из них оказалась и в России тоже. А часть вот... Ну, пополам есть. Это разные цифры, но, по всей видимости, где-то пополам разделилась. Половина... Россия, причем в значительной степени Россия — это Крым. Как-то вот они... Ну, даже не знаю, это вопрос не близости Крыма, а просто вот как-то они ментально, может, еще воспринимают, что это как бывшая... Ну, ближе, ближе, как... Не совсем они за границу уезжают. Очень многие из оттуда... Да и с Украины тоже очень многие, которые вынуждены по политическим вопросам бежать, бежали именно в Крым. Не в Москву, не в какие-то другие... Мы упустили совершенно, говоря, в выборах все-таки с КПУ. Что будет? То есть вообще никак они о себе не заявили? Или они вошли в блок вот этот оппозиционный? Нет, они с него не вошли. У них какая-то компания есть, но они... Не вреди слои. Социология их не видит, их прохождение не зафиксировано, датчиками так сказать. Ну... То есть ее не запретили в КПУ? Да, ее не запретили. Честно, если никто из них просто не попадает в права? Да, да, да. Совершенно все. По-моему, эти КПУшников не будет, да? То есть... Ну... Скрытые коммунисты будут, но это обнаружится по мере работы. Хотя, не факт. Второй вопрос, возвращаясь все-таки к этой территории сейчас, да, где действительно временное какое-то затишье, и дай бог, чтобы оно стало каким-то нормой жизни. Я вспоминаю эту давнюю статью о... Ну, там, трех сценариях, по сути говоря, ты указал две такие вот похожие на нынешнюю ситуацию в Украине области, которые существуют уже много лет. Это Приднестровье и Нагорный Карабах, да? Вот сегодня, ну, подтверждается, как бы, такой прогноз твой, что это больше похоже уже... Ну, не хочу здесь как-то оговариваться, или, может быть, предрассудки, они неизбежны. Больше похоже на Приднестровье, да? Но вариант Карабаха, собственно, не исключен. Или же третий вариант, который ты говоришь, что он тоже возможен еще... Ну, тут немного надо... После выборов как-то... Ты имеешь разницу в виду между Приднестровьем и Карабахом, выводишь по напряженности конфликты... Я говорю, что сейчас вот Донбасс нынешняя территория, там, контролируемая, скажем, ЛНР-ДНР. Когда-то ты сравнивал, что эта территория, возможно, будет жить и развиваться, как Приднестровье, где, в общем-то, нет ненависти, где есть общение с двух сторон, где есть совместное предприятие, там, ну, и люди живут, и никто не собирается пока ничего менять, хотя это непризнанное абсолютно государство, да? Но для того, что не стало с дела армия там российская. Здесь как бы тоже вмешательство какое-то существует, но не армия, но каких-то там добровольцев. Второй вариант – это ненависть, которая существует между армянами и азербайджанцами, несмотря на то, что Нагорный Карабах вот он... Ну, и на принципе непреодолимо, в ближайшие десятилетия, может, и больше. И более того, этот пример, ну, конечно, ужасные военнослужащие, азербайджанцы, который оказавшись там где-то вместе с армянами на учебе в НАТО, да, где-то в Америке, он наточил топор, изрубил одного, второго не успел, потом его приняли, что называется, ну, американцы уже отдали на родину. В Венгрии, это было. В Венгрии, да? Да, да, да. То есть, это, наверное, натовская база, но не в Венгрии. Да, это университет, они на каких-то курсах повышения квалификации. Но факт то, что он вернулся домой, его там просто не судили, а ему там... Ну, национальным героем вернулся, да. Героем и даже ключи там квартиры. Да, да, дали зарплату за все эти годы, которые он без вины, так сказать, пострадал, сидел в Венгрии. А он какое-то время там сидел, наверное? Да, он там лет восемь сидел, и вот это он вернулся, ему там, знаете, там все восемь или сколько лет он там был, это ему выдали зарплату, дали квартиру, дали им орден. То есть, тоже пантеон героев такой, да, в Азербайджане. Да, это связано с намного большим ожесточением, чем... Даже вот нам сейчас это, конечно, трудно представить, и не дай бог, чтобы мы когда-то это представляли, но там было намного страшнее, чем у нас. Конечно, но исторически вообще... Там... Аминь и Азербайджан сравнить нельзя с Украиной, Россией. Да, там просто деревни уничтожались с мирным населением. Там число жертв по сравнению с нашим, там оно просто не поддается счету. У нас тоже очень плохо. У нас тоже очень плохо, и у нас, если... Мы даже откинем вариант на Горнок-Рабаху, да, никакой там резницы, технических чисток не будет, потому что надо это уже не допустить как-нибудь всем. Но вариант Приднестровья складывается похоже, или есть какие-то отличия? Что ты видишь за различия сейчас, какие перспективы этих... На Приднестровье конфликт тоже, наверное, мог бы тлеть какое-то время еще. Действительно, его прекратила силовым путем 14-я армия российская, которая стояла там. У нас конфликт не прекращен. То, что Россия на 100% контролирует ЛНР, ДНР, это еще очень большая иллюзия. ЛНР, ДНР, может, они контролируют полевых командиров, они контролируют только разве что конвоями гуманитарной помощи. Кому-то дам, кому-то не дам. То есть это очень такой косвенный рычаг воздействия. В любом случае, Россия с ними договаривается. Там нету так... По звонку они не выполняют все требования. И выключить конфликт как электрическую лампочку невозможно. После того, как люди воевали, убивали друг друга, и сказать с обеих сторон, вот мы навоевались, всем спасибо, давайте жить мирно. Ну, не получится. Я надеюсь, что оно будет просто по задуханию идти. Но ты же понимаешь, что в любой момент оно может быть сорвано. В любой момент может быть сорвано, или даже специально использовано, скажем, в рамках избирательной кампании. Почему бы кому-то не представить, что в рамках избирательной кампании какая-нибудь победоносная война, она будет очень выгодной для поднятия рейтинга. Ну, партия Порошенко, она же как бы партия мира, да, вот считается сегодня все-таки в медиа такая распространяется история. Хотя кому-то, может быть, это и будет выгодно. Надеюсь, что этого не произойдет, и что наоборот после выборов как-то будет нормализация, что это такое, даже честно не знаю. Только на этот, да, это не единственный вариант развития ситуации, но давайте сойдемся на это. Вот лучше, если будет так. Ну, а с единством Украины, то есть, теперь получается, что фактически мы имеем, вот Крым уже просто там сколько-то процентов поменяли паспорта на российский, да, есть какая-то социология или статистика, она называется какие-то чуть ли не 90. Ну, в смысле поменяли. По российскому, как она дательства, человек может оставлять. То есть, с двойным гражданством, по российскому и... Да, многие из них не выбрасывают паспорт украинский, потому что он может пригодиться для, ну, никаких там переездов за границу, там, или еще что-нибудь. Ну, потому что Крым, до тех пор, пока он не признан международным сообществом, как часть России, то с российским паспортом Крыма невозможно поехать за границу. За границу, да? Да, за границу, да. Ну, потому что, то есть, если человеку, крымчанину, нужно с российским паспортом ехать за границу, то ему нужно прописку некрымскую. Ну, и представь себе, там же нет консульств и посольств никаких из этих стран. То есть, ему нужно ехать куда-то за везой? Не, ну, это вопрос... За везой. Не, не, это же вопрос технический. Здесь мы тоже часто не едем в консульство, и посольство отдал в паспорт в турагентство. Турагентство куда надо, туда отвезло, это вопрос решаемый. Вопрос в том, что им нужен или российский паспорт с другой пропиской, если человеку нужно по бизнесу. Значительная часть, да, никуда не выезжает. Но есть часть людей, которым нужна определенная мобильность. Или у них связи с материковой Украиной, экономические связи, они ведь не разорвались. В Крыму очень, ну, на полках, магазинах преимущество на украинские товары до сих пор. Поскольку они стоят дешевле российских, они могут конкурировать с местными, и их завозят туда очень активно. Многим нужно ездить в Украину по каким-то делам. Кому-то нужно ехать за границу, они оставляют паспорта. Конечно, вот, ну, я в августе месяце ездил в Крым поездом, и все жители Крыма, которые там же, ну, часть, соответственно, киевляне в основном, ну, за это был Киев-Симферополь поезд, часть крымчане, все они показывают, конечно же, на таможне украинские паспорта. А как он с российским паспортом поедет в Украину? С российским, пожалуйста, через Керченский прорис. Не, ну, с российским паспортом можно ехать, но не с российским паспортом с крымской пропиской. Ну, два слова о газе, который все-таки Россия вот предложила чуть ли не Украине там по какому-то, ну, не демпингу, но... Ну, 385 долларов, это не совсем демпинг. Ну, часть долгов, вроде как они уже без там предоплаты, да, как там была ситуация, что требовали предоплату, требовали долги, сейчас какое-то послабление. С чем это связано? Это все-таки ожидание примириться? Ну, это связано с позицией Европы, которая выступает гарантом этих соглашений, и гарантом того, что Украина действительно расплатится за газ. Потому что иначе, если не будет сейчас договоренности в ближайшие пару месяцев, может быть, одного месяца, то есть это технические специалисты должны ответить на вопрос, как там газотранспортная система, сколько там газа осталось. Но если не будет договоренности, то как оно будет все происходить? Россия будет качать газ через Украину в Европу. Когда в Украине закончатся свои запасы газа, Украина начнет отбирать транзит. Ну, потому что ей есть необходимость на это. Есть откуда отбирать? Ну, есть откуда отбирать, есть труба. Это... Россия, разумеется, ну, какое дальнейшее сценарие? Россия перекрывает транзит газа, говорит, верните нам наш газ, или верните нам наши деньги. Украина говорит, что у нас нет ни газа, ни денег, и этот Путин, известно кто, и этот Россия, Европа остается без газа, особенно страдают те страны, у которых нету каких-то особых отношений с Россией, и там предварительно не закачали газ в хранилище. Они... Ну, кому это нужно в Европе? Вот никому это в Европе не нужно, и поэтому они настаивают на том, чтобы была договоренность уже о... Чтобы население Украины было с теплом? Нет, население Украины их меньше всего, в общем, интересует. Их интересует население Европы, а их население Европы выбирало на органы законодательно-исполнительной власти, а не население Украины. Выбирало на органы, да. Спасибо, Валентин. Я думаю, что мы продолжим. С нами был Валентин Жаромкин. Мы не прощаемся. Смотрите Укралайфтв в интернете. Как-то минут 30. Укралайфтв, вычастлив. РАДУС РАДУС РАДУС